Здравствуйте, это программа «Учурда» в студии Алия Рашева. И сегодня мы говорим о судьбе воспитанников детских домов. И сегодня у нас в гостях воспитанница общественного фонда «Наш голос» Гульниза Кенчакул Кзы. Здравствуйте. Со мной в студии Назгуль Трудубекова, директора общественного фонда «Лига защитников прав ребенка». И в нашей третьей студии Назгуль Чолумова, зав. отделом по развитию социуслуг семьи и детям Министерства труда и социального развития. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос, Гульниза, к вам. Расскажите, пожалуйста, о вашей акции, которая называется «Плюс мой кирпич», организованной вашей, организованной общественным фондом «Наш голос». Наша акция «Плюс мой кирпич» заключается в том, что мы хотим открыть, построить себе дом для жилья, то есть для выпускников детских домов и интернатов, чтобы каждый выпускник знал, что у них есть дом, в котором они могут свободно прийти и жить. То есть у нас каждый раз проблема именно с жильем. Получается, мы снимаем жилье и живем там, а потом как-то мы там делаем ремонт и красим, и приходит время, и нам говорят, чтобы мы освободили дом. И это для нас очень большая проблема. И мы об этом сказали нашему директору Айнурху Кимни и нашим наставникам Канан Байке о том, что нам вот это все, мы как бы хотим жить в таком большом доме, чтобы у нас был дом, чтобы мы тоже могли как семья большая жить и не ждать того момента, когда нам скажут, ну извините, мы должны искать другое жилье. Эта цель заключается в том, чтобы мы, даже выпускники детских домов имели свой дом, то есть им можно, они не оставались на улице, а именно жили, то есть в доме. Давайте посмотрим, что это за акция, ребята сами своими руками изготавливают поделки, изготавливают игрушки, сувениры для продажи и от продажи, на деньги от продажи этих предметов они хотят построить дом. Здравствуйте, друзья, мы воспитанники общественного фонда «Наш Голос», и мы бы хотели рассказать о нашей деятельности. Без многих арсаларда жасап, былары сатып, былары сатып, бізгізге чоң, бізгізге үй хұруланы қалайбыз. Ауа, абсолютно абдам тұрас ұзырайды кетті, я имнеге дегенде, бұл инерселер демен пұл инжесалталыс. Беріншіден бұл бұл инжесалт, бізгін, ең-негізге мақсатыпыз, Продолжение следует... Сейчас вопрос к представителю Министерства труда и социального развития. Анна Сгульта Танчелаковна, скажите, пожалуйста, от государства. Государство в этом плане какую роль играет в плане обустройства детей после того, как они выпускаются из детских домов и интернатов? Спасибо за вопрос. Действительно, вопросы, проблемы выпускников детских учреждений, оно действительно стоит остро. И если брать законодательство, согласно жилищного кодекса, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, они должны обеспечиваться вне очереди жилым помещением. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас территориальные подразделения социального развития, к сожалению, пока имеют возможность помогать только встать на учет в органах местного самоуправления детям для получения жилья или же земельного участка. В настоящее время у нас сейчас на очереди состоит по республике где-то больше 700 детей на получение жилья и получили земельные участки где-то 70, около 80 детей, к сожалению. Вопрос обеспечения жильем также у нас возлагается на органы местного самоуправления, на полномочные представительства правительства Кыргызской республики в областях. Но, к сожалению, наверное, из-за отсутствия социальных помещений, социального жилья у нас этот вопрос продвигается очень медленными темпами. Вы сказали, что все-таки какой-то части людей, выпускников, жилье все-таки выделяется. Что это за жилье? Можно узнать? Это какой-то дом, либо это комната в общежитии? Это органы местного самоуправления могут, если на их территории высвобождаются какие-то помещения, то есть факты, когда они предоставляли это детям-сиротам. Я сейчас конкретно не могу сказать, но, например, в Аше была выделена квартира, по Чуйской области, например, через доноров, да, это вот арабские наши партнеры строят также дома. Но дома распределяются обычно в тем семьях, где нет кормильца, то есть нет отца. Есть такие семьи, но именно выпускника, у нас сейчас выпускники пока только состоят в очереди на получении земельного участка в органах местного самоуправления. Вы наверняка слышали об этой акции «Плюс мой кирпич», который организовал общественный фонд. В этом случае Министерство социального труда и социального развития каким-то образом принимает участие, помощь, может быть, какие-то акции тоже, может быть, навстречу как-то пойдет? Конечно, мы в этой акции будем участвовать, но в каком плане? Министерство труда, оно не имеет какого-то специального счета, чтобы предоставлять именно помощь в виде финансов. Но как министерство, от имени министерства мы будем обращаться в общественные фонды, организации, международные организации, которые непосредственно могут оказать финансовую помощь. И, конечно же, необходимо отметить, что этот вопрос рассматривается и на правительственном уровне, и в Джорху Кенеши. Вопрос строительства социальных общежитий, он стоит у нас уже давно, но из-за отсутствия, возможно, земельных участков у нас этот вопрос пока не решен еще. Назгули Сеновна, как Вы считаете, как нужно решать эту проблему? Все-таки дети пошли на это не из развлечений, они сейчас хотят, конечно же, совместить полезное с приятным. Как решить проблему с жильем? Во-первых, я хотела бы сказать, что эта проблема не будет эффективно решаться еще долгие годы, потому что мы давно поднимаем эти проблемы, общественность давно поднимает эти вопросы. Сейчас организации «Наш голос», другие организации, мы поднимаем этот вопрос, что дети, которые выходят из детских домов, интернатов, по своему развитию, они не отвечают тем стандартам, когда, допустим, ребенок, если ему исполнять 17-18 лет, он способен зарабатывать деньги так, чтобы обеспечить свое существование, снимать квартиру, допустим. То есть они неконкурентно способны, как другие дети, которые вышли из семей. Почему? Потому что сама система ухода и заботы со стороны государства, которая выражается в больших интернатных учреждениях, она показала свою пагубность, она показала о том, что она наносит как раз-таки вред общему развитию детей. И более того, деньги, которые туда направляются, если провести аудит эффективности, насколько эти деньги, которые направлены со стороны государства, они помогли ребенку получить хорошее образование, получить хорошие навыки, стать конкурентоспособным. Они помогают ему после выхода из детского дома, интерната, получить дополнительные такие стипендии, которые помогли бы ему какое-то определенное время, пока он встанет на ноги, иметь поддержку. Насколько вот эта система помогла ему, скажем, сохранить здоровье? Конечно же, нет. Мы это говорим на основании того, что мы регулярно проводим мониторинг в детских домах, интернатах. Вот последний мониторинг буквально недавно мы завершили бы проводить совместно с аппаратом Омбудсмана в 10 детских домах, интернатах. И вывод такой, что несмотря на то, что со стороны государства для содержания детей в детских домах, интернатах выделяются огромные суммы, ведь наше государство не бездействует, так скажем, на бумаге, они ежегодно выделяют полмиллиарда суммов для того, чтобы содержать детей в детских домах, интернатах. И при этом, если почитать, сколько же до ребенка доходит, допустим, на одно учреждение для содержания 100 детей в год уходит от 11 миллионов до 38 миллионов суммов. 28 миллионов, 38 миллионов, 11, 15 миллионов. И когда мы начинаем читать, а мы почитали, сделали анализ бюджета, то получается на одного ребенка в год в детском доме интерната государство выделяет до 3000 долларов, если так перевести, скажем, для понимания. Но когда мы сделали анализ, а сколько же доходит до ребенка, оказалось всего лишь 15%. Почему? Потому что, допустим, если посмотреть штатное расписание детского дома, вот чтобы содержать 100 воспитанников, государство финансирует администрацию 3 человека, учебно-воспитательную часть 26 человек, административно-хозяйственную часть 60 единиц, медицинскую часть 6,8 ставок. При этом, когда мы смотрим на сами условия, в которых проживают дети, они не отвечают минимальным стандартам по уходу и, значит, заботе и вообще по содержанию ребенка, да, в этих условиях. То есть, если мы смотрим состояние здоровья, вот, пожалуйста, у нас, значит, совместно мы с врачами, педиатрами государственных клиник, городских клиник Бишкека, мы выезжали и осматривали зубы детей, то получается глубокий каристь зубов, который требует стоматологической помощи, он в большинстве учреждениях, он требуется практически 70-80, а в некоторых 100% детей. То есть, глубокий каристь, это о чем говорит? О том, что все зубы практически, они испорчены. И если это подросток, это значит, это зубы уже, постоянные зубы испорчены, значит, в последующем они подлежат удалению, протезированию, а это дорогостоящее удовольствие. И если говорить общее физическое развитие, дети отстают как в весе, так и в росте. И это, знаете, во всем мире доказано, что там, где эти детские дома, интернаты, такие казарные типа существуют, то как форма ухода, она противоречит всем интересам и правам ребенка. То есть, такой формы не должно быть. И эти деньги, которые направляются, они должны быть направлены на то, чтобы на местном уровне, допустим, где-то ребенок, если остался сиротой, или где-то, ну, проблема, мама заболела, ну, может быть, родители были, да, не выполняли свои функции, скажем, да, и плохо смотрели за ребенком, и была потребность ребенка изъять, допустим, то, как правило, у нас, ай-люк-мюту берут ребенка и везут куда? В эти интернаты, детские дома, потому что со стороны государства на сегодня, к сожалению, пока что вот только эти формы есть, да. То есть, но мы сейчас говорим, что о том, что не совсем плохо у нас в стране, так скажем, да, это вот такая плачевная ситуация, она у нас была вот до прошлого года. В этом году у нас уже есть первые результаты, значит, было увеличено финансирование на заработную плату для, значит, специально для приемных семей, так скажем, называемых фостерных семей, и был увеличен размер финансирования для ухода за ребенком, да, для того, чтобы там кормить его, ухаживать, одевать, покупать констовары для ребенка, которого они берут. И вот весь мир уже доказал, что дешевле государству и важнее для ребенка, в первую очередь, прилагать максимальные условия, да, усилия для того, чтобы ребенка, допустим, если на уровне, алюк-мюту на уровне села есть такая потребность, да, там, ну, ребенок вот-вот из семьи выпадет, ну, вот мама болеет, там, да, вот семья практически разрушена, то в этот момент очень важно, чтобы социальные работники, они должны быть обучены, да, а глава алюк-мюту там должен уделять внимание, сохранение ребенка в семье должно быть прямо основной повесткой для его, в его деятельности, то вот очень важно, чтобы этой семье помогли вовремя, иногда бывает тонна угля спасает от того, чтобы мама не сдала ребенка в детский дом или интернат, и тогда, конечно, во-первых, если мы все деньги, вот, вместо того, чтобы отправлять в детский дом, да, они все равно до ребенка не доходят, если мы направили бы, значит, на содержание ребенка в семье, сохранение биологической матери, ведь ребенка, как только он рождается, есть его право жить со своей биологической мамой, и государство обязано создать условия, чтобы ребенок, он сохранил, чтобы семья сохранила, чтобы мама свои функциональные навыки все время родительские развивала по позитивным методам воспитания, да, по уходу там, чтобы она умела за ним ухаживать, это очень много нужно ресурсов туда вкладывать. Вы говорите сейчас как раз-таки о маленьких детях. Нет, не маленьких, а и о подростках, о любом ребенке. И потом, если бы, допустим, у нас в Кыргызстане, допустим, вот в Молдове на 2,5 миллиона, у нас тысяча приемных родителей работает, то есть ни у одной власти, да, ни у одного госоргана не болит голова, когда ребенок остается без внимания, то есть они помещают не в интернат, у них там вообще такая форма запрещенная или детский дом, а в приемную семью, но самое главное, конечно, в родственную. Но в условиях Кыргызстана, я вам хочу сказать, в условиях Кыргызстана у нас ситуация следующая, что на сегодня, вот, да, скажем, в детских домах и интернатах до пандемии у нас было около 10 тысяч детей. Во время пандемии многие родители, родственники забрали своих детей, и осталось всего 1 400, где-то 60 детей. Это о чем говорит, что реально, значит, круглыми сиротами или детьми, которые оставлены без внимания родственников, всего лишь где-то около полторы тысячи. Остальных детей есть родственники, есть родители, значит, что нужно сделать? Сделать анализ и помочь им. Поэтому на сегодня нам нужно, вот, раз такая ситуация сложилась, сделать серьезный анализ, но, в принципе, мы сейчас над этим с Министерством труда и социального развития работаем, то есть мы проводим анализ, объезжаем эти семьи, смотрим, диагностируем. Если видим, что только из-за бедности она отдавала ребенка в детский дом или интернат, то оказываем, значит, помощь, материальную в том числе, да, обучение проводим для родителей и стараемся, чтобы они уже ребенка не отдавали. Тем самым у нас сократится количество детей, которые будут выпускаться из детских домов и интернатов. Ну, это такая, вот, скажем, перспективная, да, такой подход, стратегический, он такой, скажем, правильный, да, то есть мы должны предупреждать, чтобы дети у нас не оставались на улицах. Но все-таки у нас дети выпускаются из детских домов и интернатов, да, ежегодно выпускаются. Каждый год у нас где-то 500 детей у нас ежегодно нуждается. И сейчас эта акция, которую запустили сами выпускники, это она показала, конечно же, все-таки показала положительную сторону, но в тот же момент раскрыла всю проблему. Еще есть, конечно же, один очень немаловажный факт для выпускников, это вопрос образования, которое они получают, либо они не получают. И сейчас об этом мы побеседуем с ведущим специалистом Министерства образования и науки, Салтанат Мамбетовой. Добрый вечер. Да, добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Хотелось бы узнать, каким образом Министерство образования и науки работает в этом направлении, в части как раз-таки образования выпускников детских домов. Если можно, я бы хотела начать с того, какую мы работу ведем, прежде чем ребенок становится выпускником. Как вы знаете, выпускники – это учащиеся 8-11 классов, которые обучаются в интернатных учреждениях. Для них разрабатываются различные программы, например, направленные на социализацию этого ребенка, на то, чтобы при выходе из общества, какие его знания, умения и навыки бы он приобретал. Разрабатываются различные пособия, ведется работа на уровне воспитателей, классных руководителей и учителей. То есть мы ведем к тому, чтобы ребенок при выходе в социум, он уже был адаптирован к среде. Во-вторых, при том, когда ребенок поступает в среднее профессиональное учебное заведение или выше, он обеспечивается социальной стипендией, которая, конечно, на сегодняшний день не так велика, она составляет 624 сома, но это идет со стороны государства как поддержка. Также для каждого ребенка выделяется на питание 50 сом в день. Говоря о том, что где бы они могли бы проживать, что не все сегодня учебные заведения обладают условиями для проживания, у нас предусмотрено, что если ребенок выпустился из детского дома или школы-интерната, он имеет право на все время, когда он обучается в учебном заведении, проживать там, приезжать в канукулярное время, если у него есть такая возможность, и находиться на бесплатном питании и проживании. Это в том случае, если, допустим, учебное заведение не смогло ему предоставить условия для проживания. То есть отсутствует общежитие. А что касается образования, именно как раз-таки выпускников, предусмотрен какой-то, скажем, бюджетный, да, какие-то льготы, возможно, какое-то там автоматическое поступление именно на бюджетную форму образования? Да. В 2013 году в закон об образовании было введено понятие квота приема. Согласно данной квоте у нас выделяется 100 мест, грантовых мест, согласно которым ребенок, который является выпускником интернатного учреждения и имеет статус сирота, он в рамках этой квоты проходит конкурсный отбор. У нас поступают в основном дети на педагогические и технические специальности. На специальности, которые, допустим, не имеются квоты, со стороны администрации учебных заведений, обычно они рассматривают на своем совете и предоставляют тоже какие-либо льготы именно по оплате контрактной системы. Спасибо. С нами на связи была Салтанат Мамбетова, ведущий специалист Министерства образования и науки. Ну а сейчас мы, конечно, перейдем к нашей героине, сегодняшней Гульниза. Расскажите, пожалуйста, подробнее про вашу акцию, кто автор, кто придумал такое, чтобы создавать вот такие вот поделки, продавать и из этого извлекать вот такую вот пользу. И расскажите, пожалуйста, чем вы конкретно занимаетесь на сегодняшний день. Вы помимо того, что создаете вот эти поделки, вы учитесь, либо еще где-то параллельно работаете? Я учусь в Крымском колледже, третий курс технологии образования и производства виноделия. Сейчас у меня на обучении, я проживаю в социальном доме при общественном фонде «Наш голос». Я в общественном фонде «Наш голос» проживаю уже второй год. Получается, у меня контракт на три года. До окончания учебы я буду находиться здесь. Идея «Плюс мой кирпич» нам поступила после того, как мы открыли социальный магазин в Новопокровке во время карантина. То есть мы этот магазин построили полностью сами. После этого мы поняли, что, оказывается, самое главное – иметь большую цель и трудиться, работать, и можно добиться всего угодно. Эта идея была из-за того, что у нас каждый раз проблемы с жильем. Если бы такой проблемы не было, мы бы, наверное, не стали. Мы до этого этими занимались, нас учили. Нургулей же учила девушек, ханатбаки, мальчиков. То есть они этим уже занимались. Ну, как не так мы продавали, а просто как хобби, как мы просто развлекались этим. А потом мы начали продавать, как бы дарить друзьям своим, потом продавать. Ну, нам самые близкие, знакомые начали заказывать. То есть, а может, вот эту нам сейчас шьете или вот эту нам полочку сделаете. Мальчики у нас, например, на Вопокровке, все их знают. Они занимаются электричеством, то есть помогают бабушкам, дедушкам. Их тоже все знают. Как бы вот так так и пошло. Вначале был только подарок, только знакомый. Потом, после того, как нам фонд предоставил, купил участок, мы решили построить дом сами. То есть не ждать от кого-то помощи, мы своим трудом хотим заработать на дом и построить наш социальный дом, чтобы другие выпускники не оставались на улице. То есть это нам повезло, воспитанникам общественного нашего голоса, которые мы живем, там у нас там жилье, учеба, да, с документами у нас как бы проблемы все порешали, да, ну, как помогли решить эти проблемы. А есть те, которые находятся и как бы на улице живут, есть те, которые вообще, ну, как бы, негде им жить. Вот такие проблемы, вот не хотим, чтобы выпускник, ну, нет уже родственников, да, некуда идти, не хотим, чтобы они оставались на улице, хотим, чтобы они знали, что их ждут братья-сестры, которые строили дом специально для выпускников детских домов. Мы хотим, чтобы у нас тоже была такая большая семья, у нас имеется большая семья, в которой живем, вот, при общественном фоне «Наш голос», мы никогда не говорим «социальный дом», то есть это, как бы, название «социальный дом», для нас это, как сказать, очень такое суровое название социальное, а мы ведь там как семья живем и хотим наш большой семейный дом построить. А сколько человек у вас там? В данный момент проживают, получается, 8 девочек и 8 мальчиков фактически. И расскажите, пожалуйста, я знаю, у вас есть сувенир в руках, сколько времени уходит на этот сувенир, что это, из чего создано это? Этот сувенир, получается, сделан за полдня. Тут, это, сперва мы сделали внутри одежды форма, руки, тело, ноги, а потом мы одели одежду, вот, это уйдет примерно 6 часов, получается, ну, носик, это сделано из капронов, обыкновенные капроны, которые надевают дамы, это из нитек, которые мы плетем или сумки делаем, это фетр, тоже материал, как бы это тонкий фетр называется. Вот, так и делаем такие поделки. Вот такие талантливые у нас выпускники в детских домах. Назгуля, а вы почему выступаете за реформы в детских домах? Вот, я хотела сказать, действительно, поддержать вот то, нашу коллегу, которая выступала сейчас, что она сказала, что им повезло. Действительно, этим детям повезло, потому что их сопровождает такая профессиональная организация, да, директор у них, профессионал, который умеет сопровождать выпускников в детских домах, интернатах, это Айна Рурмонова. И без профессионального подхода здесь, я думаю, что детям было бы сложно действительно вот себя поддерживать. Что им дает вот такую силу, вот этот профессионализм, откуда он взят? Я думаю, что, конечно, поддержка, поддержать того, кто нуждается в этой помощи. Ведь мы все знаем, что очень много детей, которые выходят из детского дома, интерната, если не получают поддержку, то вот по роду своей деятельности. Я потом вижу, что дети, которые из-за голода, скажем, да, не могли себе приобрести какое-то там питание, они ведут очень разный образ жизни. Они начинают заниматься такими подработками, которых, знаете, они же сироты, их поддержать, защитить некому, соответственно, их начинают эксплуатировать. Они выполняют там тяжелый труд за маленькую оплату, потом неквалифицированные, ну, какую-то работу такую, которая, скажем, очень тяжелая, но за нее при этом мало платят. Естественно, дети, если получают, тяжело работают, но получают за это маленькую оплату, смогут они себе оплатить за жилье? Нет, конечно. Смогут себе они купить вещи? Нет, конечно. И, соответственно, это такой замкнутый круг, понимаете? Она вот, бедность, она порождает бедность. Вот если он находится без ресурсов, без поддержки, естественно, он будет все время находиться в этом замкнутом круге. Я хочу сказать, что вообще у выпускников детских домов, интернатов, не только у нас в Кыргызстане, это во всем постсоветском пространстве, это уже обозначено врачами, что они очень слабые по состоянию здоровья. То есть из-за того, что они недоедали в детском доме-интернате, ухода такого не было, скажем, соответствующего со стороны, вот как вот мы провели мониторинг, здесь видно, что врачи, вот в некоторых учреждениях, допустим, врач получал зарплату, но никогда детей не осматривал. То есть получается вот такой порочный круг, и вот такая порочная система, она приводит к тому, что ребенок выходит со слабым здоровьем. Естественно, как он со слабым здоровьем может конкурировать с другими детьми, которые вышли из дома, и, естественно, он будет меньше зарабатывать, он будет обустроен на работу, где меньше платят, меньше получают. И потом все, и я не уверена, что они смогут купить жилье. И вообще простое себе перспективное будущее. Поэтому мы говорим о том, что в Кыргызстане уже согласно международным обязательствам, у нас Кыргызстан уже обязан перед всем международным сообществом вывести детей из бедности, вывести из детских домов и интернатов, создать им условия, чтобы ни один ребенок из семьи не выпадал, и создать так, чтобы вместо детских домов и интернатов были центры по поддержке, дневные центры по поддержке семьи и детей в трудной жизненной ситуации, чтобы, если, допустим, даже если семья-то нуждается в дополнительной поддержке, чтобы он там находился только в дневное время, а ночью он все-таки приходил, возвращался в семью. Потому что ничего более такого сильного фундамента, более сильного института для ребенка и модели, как надо жить, больше, чем семья, никто не сможет дать. Поэтому мы говорим, почему вот у нас в Кыргызстане вроде бы страна маленькая, компактная, почему мы никак не можем вырваться из этой ситуации, почему у нас выпускники детских домов и интернатов все еще находятся в таком уязвимом положении. Потому что, когда мы стали делать анализ законодательства, у нас и жилищный кодекс, и все действующее законодательство, оно не позволяет, скажем, чтобы на местном уровне глава Айлюк Мюту были обязаны каждому выпускнику или каждому сироте выдавать земельные участки и строить им дома. А ведь если бы это все было бы закреплено на законодательном уровне, со стороны Министерства финансов были бы выделены деньги на это. Я думаю, что ни один ребенок, сирота, ребенок, который остался без родителей, он не остался бы без жилья. Я же говорю, допустим, вот мониторинг мы проводили одного из учреждений, да, для детей с инвалидностью. Там получается, что учреждение получает 28 миллионов, другое 38, другое одно учреждение 11 миллионов в год. И при этом, если посчитать, то вот на эти деньги можно построить большую школу, куда вот за эти деньги можно построить большую школу, куда будут вмещаться тысячи детей. То есть получается, вот эти деньги, которые направляют на детские дома-интернаты, если они были бы направлены на поддержку семей, на поддержку этих детей, вот там, где они родились, то вот этой проблемы вообще не существовало бы. И более того, я хочу сказать, что у нас глава Люкмуту и мэрии городов вот в качестве индикатора своей работы и Акима, они должны иметь такой индикатор. То есть его работа должна зачитываться правительством, то есть приниматься как отчет, только в том случае, если он обеспечивал на своей территории все детей-сирот жильем, работой, там, да, социальным сопровождением. Если он это обязательство не выполнил, то этот Аким не должен, его отчет не должен утверждаться. Этот губернатор не должен утверждать, его работа не должна приниматься, да. Но это все, смотрите, вот мы говорим о том, что как должно быть, как не должно быть. А сейчас, на сегодняшний день, какие-то подвижки в этом направлении есть? Хочу сказать, есть, но они опять же, допустим, вот если говорить в 2020 году, вот мы, никто не верил, но мы смогли доказать, особенно вот наш случай был такой сложный, когда мы обратились в правительство, чтобы совместно реформировать специальный интернат для детей с инвалидностью. Изначально, потому что дети с инвалидностью, они двойне уязвимы, да, из-за состояния своей здоровья, они нуждают еще большей поддержки. Если ребенка, скажем, из семьи разлучили, сказали, что вот родители, вы не способны обучать и ухаживать за ребенком, мы, государство, вместо вас лучше это сделаем. И вот, скажем, до прошлого года такая практика порочная у нас была в стране, и вот с прошлого года мы совместно с государственными органами, да, министерство труда и социальное развитие, с министерством образования, мы работаем над тем, чтобы дети, которые были помещены в специальный интернат для детей с инвалидностью, да, если они были туда помещены только потому, что школа по месту проживания ребенка не принимала, ребенок разлучался и помещался там на долгие годы, то вот мы проанализировали судьбу каждого ребенка, да, вот у меня список этих детей, сделали анализ положения каждой семьи, убедились, что там большая часть родителей, они хотят сами воспитывать ребенка, они не отказывались только потому, что школу на местах не принимали ребенка с инвалидностью, поэтому они были вынуждены помещать в эти интернаты. Мы увидели, что тем семьям, которые находят в состоянии бедности, если им помочь, они готовы забрать ребенка, то вот мы этих детей вернули. И вы знаете, вот за год, это Лига защитников прав ребенка совместно с Министерством трудо-социального развития и Министерством образования и науки, то есть Министерство образования и науки помогало, чтобы на местах, на уровне всего школы открыли свои дети для детей с инвалидностью, значит, Министерство трудо-социального развития совместно с нами мы оказывали помощь семье, то есть сопровождали ребенка прям до дома, потом до школы, проходили и помогали пройти все эти комиссии, И мы доказали всем, что каждый родитель, большая часть родителей хотят сами воспитывать своих детей и заботиться, если государство ему будет помогать. Мы увидели, что школы готовы принимать ребенка с инвалидностью, и если им помочь, то есть обучить, подготовить, научить, как ухаживать за ребенком. И мы увидели, что когда дети, допустим, когда были находились в интернате, у них было иное состояние здоровья и развития. И когда мы перевели домой, ребенок в течение года, прожив со своими родителями, он прибавил в весе, у него улучшилась успеваемость, у него улучшилось развитие. То есть, когда мы спрашиваем родителей до и после развития, они сказали, вы знаете, разница большая. То есть, когда ребенок находился в интернате, действительно, он был худой, недокормленный был. Видно было, что ребенок тоскует, у него расторможенное было поведение, он очень скучал, но ребенок с инвалидностью. Естественно, когда родители сказали, что мы стали сами ухаживать и каждый день обнимать его, тактильный контакт появился, сами стали с ним заниматься по учебнику. И учителя по месту проживания, все-таки у них же потенциал выше, чем у воспитателей и учителей в специальных интернатах. То есть, в общеобразовательных школах, естественно, профессиональный уровень у учителей, у них подготовка проходит хорошую. То это сказалось прямо на развитии ребенка. Дети стали и буквы изучать, дети стали читать по слогам, складывать цифры. И самое главное, ребенок научился дружить с одноклассниками. Ведь мы еще раз объясняем, что право ребенка на семью, право ребенка на образование не должно подменяться, не должно оно забирать у ребенка право на семью. И вот мы провели очень много исследований в наших детских домах, интернатах. Вы знаете, там очень много проблем. Мы видим, что дети зачастую из-за того, что там один воспитатель на целую группу, допустим, дети даже не умеют жаловаться. Вы знаете, даже если он себя плохо чувствует, он не будет жаловаться, потому что он привык, что он плохо себя чувствует, допустим. Если он в чем-то нуждается, он даже об этом не будет говорить, потому что воспитатель один, а детей много, допустим. Индивидуального подхода нет. И, допустим, успеваемость дома, как родитель занимается своим ребенком, в детском доме, интернате этого никто не будет делать. И самое главное, я думаю, что у нас правительство в 2019 году, начиная даже в 2012 году, было постановление принято правительство об оптимизации детских учреждений интернатного типа. В 2019 году это постановление было продлено, потому что все постсоветское пространство, они сильные лидеры, президенты взяли под контроль этот вопрос, они уже все отказались от этой порочной системы. Например, Молдова, у них было 17 тысяч детей в детских домах-интернатах, они все их закрыли, то есть дети живут дома. Мы об этом еще, конечно, позже вернемся к этому вопросу, сейчас все-таки хотелось бы вопрос жилья разобрать. Я говорю, что Айлок Мету должен с утра до вечера быть озабочен в первую очередь положением уязвимых групп. А туда относятся выпускники? Айлок Мету с утра до вечера этим не озабочен. Назгуль Танчелыковна, правительство в прошлом году рассматривало вопрос о создании специализированного жилищного фонда для социально уязвимых групп населения. Что уже сделано в этом направлении? Да, в прошлом году, то есть в январе текущего года это положение утверждено, положение о специализированном жилищном фонде Министерства труда и социального развития. Это положение утверждено и в настоящее время министерство разрабатывает регламент взаимодействия между госорганами по передаче жилищных жилья на баланс Министерства труда. То есть мы как бы предполагали, что жилье, которое высвобождается по решению суда, оно должно переходить на баланс Министерства труда, чтобы министерство в дальнейшем передавало, обеспечивало жильем именно уязвимые категории граждан. Это как раз таки дети-сироты из числа выпускников и лица с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, сейчас пока регламент только разрабатывается... Сколько должно времени для того, чтобы этот вопрос был уже решен? Знаете, этот вопрос, он решится. Второй вопрос, действительно, вот сколько у нас по стране есть такие помещения, которые могли бы перейти на баланс Министерства. То есть этот вопрос сейчас прорабатывается. Но еще я хотела бы отметить, что несмотря на то, что пока этот вопрос с жильем у нас не решается, органы местного самоуправления как бы должны предоставлять, но пока у них тоже проблемы не предоставляются, предоставляются, да, в единичных случаях Министерство труда в рамках госсоцзаказа, государственно-социального заказа ежегодно объявляет конкурс проектов, социально значимых проектов. И как раз-таки в рамках этого конкурса ежегодно Министерство поддерживает такие организации неправительственные, как, например, «Наш Голос», «Оэзис», которые предоставляют услуги сопровождения выпускников. Сколько у нас по стране таких социальных домов при общественных фондах, как, например, здесь при общественном фонде «Наш Голос» и есть социальный дом, в котором проживают 8 детей. Я так понимаю, мальчики живут отдельно, девочки живут отдельно, они живут в нормальных бытовых хороших условиях, у них есть, конечно же, определенные правила, что, я считаю, вполне нормально для подростков. И здесь, получается, у детей в данном случае есть конкретный дом, есть крыша над головой, они знают, что будут кушать, они, в принципе, в завтрашнем дне уверены. Но как быть тем, кто не попал в такой вот дом? Они остаются на улице, например, Гульнизе 20 лет, и она сейчас проживает в таком социальном доме, а те, которым исполнилось 18 лет, выходят на улицу, и куда они идут дальше? Ну, конечно, это уже старше, дети, которым исполнилось 18 и старше, являются совершеннолетними, но, несмотря на это, конечно, это уже лица, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Естественно, какая помощь оказывается со стороны Министерства труда? У нас есть центры занятости, то есть сейчас мы проводим ярмарки, вакансии, можем обустроить, да, трудоустроить, если граждане, да, лица, молодежь обращаются в эти центры. Сейчас, до этого, как бы до текущего года у нас статистика не велась, а такие дети, выпускники у нас входили, как бы, в число молодежи, и оно, как бы, от 14 до 28 лет у нас считалось, ну, входили в число молодежи, и сколько труда устроилось, сколько обратилось, мы не могли из этого числа увидеть, сколько же обратилось выпускников. В этом году, вот, в систему рынка труда, автоматизированную систему рынка труда, мы ввели такую функцию, по которой мы теперь можем отслеживать, сколько к нам обратились именно из числа выпускников детских учреждений, сколько мы трудоустроили. Еще хотелось бы отметить, да, конечно, выпускники, вопросы у нас достаточно открыты, и сейчас открытым остается, в каком плане мы помогаем, да, вот, по трудоустройству, в части обучения, в части жилья, министерством было разработано положение о социальном сопровождении выпускников, где министерство, опять же, предполагало такую норму, что о найме, по найму жилья. То есть, выпускник, выпускнику мы предполагали, что будет предоставляться жилье на три года, пока он обучается, получает профессию, но, к сожалению, положение в настоящее время, оно приостановлено, но с улучшением экономической ситуации в нашей республике, мы возобновим эту работу и будем продвигать этот проект. Еще хотелось бы отметить, в текущем году в закон о государственных пособиях в Кыргызской республике внесено изменение, согласно которого в настоящее время дети, родители которых неизвестны, то есть в свидетельствах о рождениях в графе «мать» и «отец» стоят прочерки, они у нас будут получать социальные выплаты, как дети-сироты. И сейчас не выпускники, а воспитанники детских учреждений у нас уже начали получать эти социальные выплаты на расчетные счета, которым им открывают директора. Я правильно понимаю, воспитанники детских домов, у которых есть опекуны, они рассчитывать на какой-то участок, либо на жилье не могут. Рассчитывать на жилье со стороны государства могут именно дети-сироты. Конечно, да, дети-сироты. Как только им исполняется 16 лет, территориальные подразделения социального развития, они уже предпринимают меры, чтобы этих детей органы местного самоуправления ставили на учет на получение земельного участка. Это даже не опекуны, это самих детей мы ставим на учет. Дети-выпускники получают себе участок. Для того, чтобы получить этот участок, он, конечно же, должен собрать кучу разных бумаг и доказать еще, что он действительно сирота. Он получает конкретный участок. Как этот участок оформляется на него, либо все-таки остается на балансе государства? Ну, насколько я знаю, это по достижении 18 лет, оно должно быть оформлено на него, на ребенка. Я вот хотела отметить, да, вот по поводу опекунов. Тоже вот те процедуры, которые у нас прописываются, прописываются в части, вот это хорошее, как бы это то, что у нас Гультина Штиловна отметила, чтобы на им жилья осуществляться, да, выпускникам. Это очень хорошее, и она такая, знаете, правильная и такая устойчивая система. Такую систему поддержки можно назвать устойчивой по поддержке выпускников детских домов-интернатов. Но вот я, вот это должно быть найти наим жилья. Он должен быть не просто наим жилья, какой-то там аренда, там такая низкого качества там, да. То есть она должна быть адекватна так, чтобы выпускник, опять же, не снимал свое жилье в трущобах, чтобы эта цена не была такой низкой, чтобы он был вынужден снимать это жилье в трущобах, где будут его окружать опять социально неблагополучные, скажем, семьи, где вот он опять будет выстраивать свои отношения опять с людьми, которые не смогут помочь ему выйти из этого кресла. Вы говорите, что это порочный круг. Как вот детям выбраться из этого порочного круга? Он выходит, он в любом случае не может себе позволить, конечно же, пойти в какие-то более высококлассные учреждения, он не может элементарно пойти на работу. Вот вы сами сказали, да, что выпускник, почему у нас вот такая вот, скажем, проблема, что выпускники вынуждены, скажем, обращаться, да, за дополнительной помощью. Потому что эти знания, умения, навыки, которые дают ему в детских домах, интернатах, они не позволяют ему, скажем, да, зарабатывать большие деньги. Эти услуги, которые он, по идее, 18 лет мог бы предоставлять и зарабатывать хорошие деньги, он не может, потому что его так подготовили в детском доме-интернате. Соответственно, должна быть дана оценка, пересмотр, да, вот этой системы обучения и подготовки. Второе, допустим, вот система найма жилья, да, то есть она тоже должна быть чувствительная. В каком плане? То есть должны, во-первых, сумма должна быть соответствующая. То есть я не могу говорить, что очень дорогие апартаменты должны сниматься. Ну и тоже не такие должны быть низкие. То есть депутаты, когда будут утверждать, то есть они, наоборот, должны поощрить, скажем, да, поднять цену для того, чтобы ребенок мог снять себе выпускник жилье, скажем, в центре города. То есть ребенок-сирота, он нуждается в особой заботе со стороны государства. Соответственно, вот эта сумма для найма жилья, она должна быть такая, чтобы он мог снять в центре города, скажем, недорогое жилье, но это позволяло, чтобы в центре города он мог снять. Это поможет ему доезжать до хорошего учебного заведения. И у нас, когда говорят, что у нас есть в тех училищах общежития, где дети могут там проживать, вы знаете, мы знаем эту систему общежитий. Там опять идет продолжение детского дома. Из-за того, что дети заканчивают детские дома после 9 класса, не все дети выходят с 11 классом образования. Там практически совсем подростки собираются снова в этих училищах, у него выбора нет. Он идет в такие, знаете, ПТУ, как система прав тех училищ, которые, скажем, там не самые лучшие условия для выпускника детского дома, как и в общежитии, скажем, и в целом по проживанию. Хотя там есть, да, он не на улице живет, но тем не менее эти условия не самые лучшие, которые помогли бы ему, скажем, взять старт и получить такое на самое лучшее развитие. И после этого я хочу сказать, что, по идее, как к своему ребенку мы относимся, то есть какие мы самые наилучшие блага ему желаем, в отношении детей-сирот это должно быть стандарт, он должен быть вдвойне улучшен. То есть если обучение, то не в ПТУ, скажем, да, а в самых лучших колледжах, где ребенок получит самые лучшие навыки. То есть вот там должна быть квота. Почему в вузах нету, а очень мало выпускников детских домов? Вот это как раз-таки вопрос к Министерству образования. А потому что они не могут дойти до... Это же тоже как бы этап взросления и, как сказать, зрелости, когда он хочет и может там обучаться. Ведь академическая успеваемость, она тоже складывается из системных таких, да, системных образовательных каких-то мероприятий. Поэтому это вопрос к тому, что если мало выпускников в вузах, это тоже говорит о том, что у них плоха подготовка. В этом вопросе как раз-таки вот то, что не все дети доходят до точки высшего образования. Давайте будем честными, не все дети, которые окончили 11 классов, выросли в полноценной семье, вполне себе благополучной семье, не все дети, конечно же, даже имеют 11-классное образование, имея сертификат на руках, конечно, давайте будем честными. Так что в этом случае, конечно, это все-таки от желания самого ребенка, насколько он действительно хочет учиться. Ну, я хотела бы сказать, что это если ребенок в семье, хорошо. Но когда мы говорим о выпускнике детского дома-интерната, мы должны быть чувствительны, гипотически предполагать, если он не попадет в хороший круг общения и поддержки, то риск, что он вообще... Вот у нас мы видели вообще молодых людей, которые вот, да, на улицах живут, практически на улицах живут, это выпускники детских домов-интернатов. Вот я посещала колонию для детей несовершеннолетних, там я выделила девочек, подростков, когда проводишь интервью, они выпускники детских домов-интернатов и приютов. Это о чем говорит? Что мы, то есть государство, своими руками, оно создает условия, чтобы они туда упали, в эту канаву, да, в этот обрыв. Поэтому почему мы цепляемся за этот вуз, да, почему мы говорим, что если он попадет в вуз, если получит высшее образование, тогда у него будет больше шансов стать учителем, учителем, медикам, там, юристам, экономистам. А если мы не создаем такие условия, он тоже будет все время на уровне технического образования, а нынешние условия показывают только ПТУ, и то, если ПТУ не самый лучший факультет, естественно, он будет все время в этом круге общаться. Насколько, Лизина, может быть, вы как раз-таки возьмете этот вопрос на учет к себе, и, может быть, для того, чтобы все-таки выпускники интернатов, детских домов попадали все-таки не в ПТУ, не в техникум, а именно как раз-таки высшее учебное заведение. Я бы хотела еще поговорить о том, есть ли у нас вообще в целом какой-то в этом плане позитивный опыт. Мы много говорим о том, насколько дети, они, конечно, уязвимы, и психологически, и физически у них здоровье. А есть ли у нас какой-то позитивный опыт в этом плане? Ну, позитивный, скажем. Например, вышел ребенок, окончил. Ну, вот позитивный, допустим, уходящий парламент, да, я могу сказать, что он мало позитивного сделал в части того, что ведь это же самая высшая власть, и бюджет в их руках, и законодательный в их руках, а они, вот, за исключением некоторых депутатов, да, там, Никитенко очень часто этот вопрос поднимал, да, допустим, там, нынешний вице-премьер Сурабалдиева поднимал эти вопросы, да, там, другие депутаты поднимали вопросы. А в заключении нескольких депутатов мало кто интересовался вообще судьбой вот этих выпускников детских домов, интернатов. И это, значит, плохо, это говорит о том, что наши избиратели, прежде чем выбирают своих депутатов, это на перспективу, они должны здесь сразу подумать, кто придет в парламент, кто будет принимать бюджеты, кто будет принимать законы в интересах детей. Это, как, скажем, стратегическое такое видение. Если говорить про позитив, конечно, вот, на сегодня позитивно то, что у нас, вот, мы на практике в рамках пилотов доказали. Вот мы доказали, вот, вот, у нас есть детей, которых мы можем пойти домой, да, детей потенциальных выпускников, допустим, детских домов, интернатов. Мы тоже специнтернатов отслеживаем, да, вот, три года уже работаем над тремя учреждениями, оказываем сопровождение. То есть мы видим, что возможно ребенка вернуть домой из детского дома, интерната, если мы оказываем поддержку семье. И, возможно, ребенка обустроить, дать ему хорошее образование, если ему помогать, сопровождать. Это позитив есть. И, пожалуйста, вот 150 детей, это практически целый детский дом, мы смогли вывезти из интерната и вернуть домой. Все, практически детский дом один у нас уже закрывается. Теперь следующий момент. Позитив то, что у нас, у правительства, все-таки у нас они постепенно, но они уже перешли на тот этап, когда уже признали эту проблему, что это проблема, что это нехорошо, что они не цепляются, не говорят, не говорят, как отдельно депутаты. Нет, детские дома, интернаты, это хорошо. Главное, у этого депутата свои дети дома живут, да, а он не содержит их в этих учреждениях. Это радует, что у нас правительство чисто на политическом уровне позицию проявили и уже соответствующее поставление издали. Да, план действий есть по реформированию детских домов, интернатов. Уже есть желание на местах развивать социальные услуги. И вот буквально две недели назад у нас подписано новое положение о работе приемных семей. Я думаю, что курс взят, но знаете, чего не хватает? Вот в части поддержки выпускников детских домов у нас сегодня, вот, скажем, благодаря отдельным организациям, да, вот, отдельным лицам, да, за счет поддержки и волонтерства наших граждан это и идет. Но вот на системном уровне, чтобы мы сказали, что есть позитив, для этого нужно найти такая общая, такая четкая политическая позиция, чтобы, знаете, за каждым выпускником, да, вот так биться, чтобы каждый выпускник, вот потенциально в 2021 году, который будет выходить, уже за полгода до выхода из этого детского интерната, ребенок должен на руках иметь документ, который гарантирует, что он пойдет соответствующий, не просто по остаточному принципу, абы какое, да, училище или там учебное заведение, что у него есть гарантия на то, что у него будет жилье, гарантия, что у него будет соответствующая стипендия и будет социальное сопровождение. То есть, называется пакет социальных услуг, который гарантирует ему достойное проживание, развитие и обучение. Почему? Потому что дети, которые выходят из детских домов, интернатов, они по своему возрасту и развитию, они до 21 года по международным стандартам еще являются детьми. Поэтому до 21 года наши дети, они должны со стороны государства, если он выпускник детского дома-интерната, иметь, значит, полный пакет социальных услуг, который бы сопровождал, чтобы он, скажем, не остался в кризисной ситуации. Гульнеза, а вы выпускница какого детского дома-интерната и с каким пакетом социальных услуг вы оттуда вышли? Я выпускница Орловского детского дома в Кемине. Получается, я оттуда вышла, меня директор Ашапа познакомила Сайна Радхакимовна, которая является директором общественного фонда «Наш голос». Мы поговорили о том, куда я хочу поступить, чем я хочу в будущем заниматься. И вот я живу в 2018 году, 26 августа я попала сюда, то есть с того момента я живу здесь. И общественного фонда «Наш голос» мне оплачивает учебу, мои курсы, мои тренинги. То есть то, что я всегда говорю, не только я, там и другие девочки живут, то есть мы обсуждаем, то есть вот это я хочу подтянуть туда, на курсы, или я вот такие тренинги увидела, или вот эта книга мне понравилась, или элементарно вот этот материал, я хочу с этого что-то сделать. Такие вопросы я всегда как бы общаюсь и говорю своему директору общественного фонда «Наш голос», и они мне в этом помогают. Спасибо большое. Я хочу отметить, что как раз-таки вот именно такие сувениры создают воспитанники общественного фонда «Наш голос». Акция называется «Плюс мой кирпич». Вот такие прекрасные сувениры, новогодние, любые, создают наши дети, наши молодые люди. И, скажем, примерно вот эта, цена этого сувенира – 800 сумм. Конечно же, обращайтесь, все номера и все данные у нас есть в редакции. Я хочу поблагодарить всех наших гостей, в первую очередь, конечно же, Гульнизу Кинджакул Козы, это воспитанница общественного фонда «Наш голос», Назгуль Трудубеку, Назгуль Усенна, спасибо, что пришли, директор общественного фонда «Защитников прав ребенка», и зав. отделом по развитию соцуслуг семьи и детям Министерства труда и социального развития Назгуль Чолумову. Всем спасибо за внимание, а я с вами прощаюсь, удачи и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова